Женщина в один из дней, зайдя к своим соседям на чай, услышала ужасную историю, которую я вам сегодня и расскажу. Соседи её замечательная пожилая пара. Жили счастливо и долго, только вот детей у мужа с женой не было никогда. Соседка их, которая и поведала мне эту историю, частенько любила заглядывать к ним в гости, поведать и поболтать за чаем, приходилась к ним почти как внучка. Однажды эта женщина на одном из почти традиционных вечеров чаепития решилась спросить у пары, почему у них нет детей. На что женщина преклонного возраста ответила, что просто так получилось. Но через некоторое время всё же решилась рассказать ужасную и невероятную историю. Дело в том, что когда мужчина с этой женщиной только поженились, молодые муж с женой получили в наследство старенький дом, который находился на окраине города. Бабушка состоявшегося жениха достаточно давно написала завещание, по которому её дом переходил к внуку тогда, когда он женится. Сама же бабушка пребывала на то время в психиатрической лечебнице, поговорить с ней не было никакой возможности. Известно было лишь то, что перед тем, как попасть в психиатрическую лечебницу, она сошла с ума и посидела за одну ночь. Дом её пустовал много лет, ожидая новых хозяев. Никто никогда и не догадывался о том, какое в нём таилось зло. Переехав, молодая пара принялась обустраивать большой деревянный дом. Но что-то сразу не заладилось. Разнообразные мелочи постоянно мешали проведению ремонта. Казалось, что сделав шаг вперёд, у мужа и жены получалось сделать несколько шагов назад. Отсирели почти сразу после оклейки и покрылись непонятными пятнами новые обои. Недавно окрашенный пол пошёл трещинами, а в некоторых местах начали проваливаться доски. Со здоровьем у молодой пары тоже начали происходить какие-то странные вещи. Всегда крепкий и здоровый мужчина внезапно стал мучиться головными болями по вечерам. Жена же его потеряла ребёнка через некоторое время. Всё же кое-как при помощи родителей молодая семья доделала ремонт, и мать мужа посоветовала пригласить батюшку для того, чтобы он осветил их жильё. С этого момента и начался кошмар. Когда в старый дом вошёл батюшка, у всех, кто в этот момент находился внутри, настолько сильно зазвенело в ушах, что казалось, голова сейчас расколется на части. Со стороны лестницы, что в глубине дома, пошёл неприятный запах, непонятно откуда появившийся. Тут же сквозняк выбил окна в парадной, при этом священника поранило осколками. Батюшка быстро выбежал на улицу, молодая пара выскочила за ним. Священник посоветовал мужчине с женщиной немедленно покинуть этот дом и обещал подумать и посоветоваться с церковью, чтобы им помочь. Совершенно не понимая, что происходит, мужчина с женщиной вышли обратно в дом, который вдруг показался каким-то очень тихим. Начали наводить порядок. Вспоминая об этом, пожилая уже женщина сказала, что до сих пор отчётливо помнит странное ощущение чьего-то присутствия и то, что было очень тихо, как будто перед бурей. Когда она рассказывала об этом, по ней самой было видно, что ей, невзирая на прошедшие годы, после истории с домом было не по себе. Семейная пара решила никуда не переезжать из дома. Да особо и некуда было. Муж надумал поселить в доме жильцов, чтобы молодая жена не испытывала страх, пока он находится на работе. Только вот все жильцы, не проживая нескольких недель, в спешке собирали вещи и съезжали с дома, не объясняя причины своего побега. Мужчина с женщиной были в отчаянии от страха и неведения. Им больше некуда было идти. Родители их жили в маленьких квартирах, к тому же продать злосчастный дом было практически невозможно. По всему городу уже пошла дурная слава об их жилье. В один из дней пожаловал к ним в гости тот самый священник, у которого не получилось осветить дом. Пришел он не один. Привел с собой двух батюшек и попросил разрешения у хозяев провести ритуал для избавления дома от зла. Конечно же, молодая пара была не против. Мужчина с женщиной ждали окончания ритуала в парке неподалеку. Часа через три пришли святые отцы и сказали, что дом теперь в полном порядке. Они выглядели даже удивленными из-за того, что пока они проводили свой ритуал, зло в доме никаким образом не проявило себя ни разу. На самом же деле им только показалось, что они избавили старый дом от зла. Дальнейшие события начали развиваться с сумасшедшей скоростью. В одной из ночей молодой жене приснился страшный сон, в котором она видела густую черную паутину во всем доме. Слышала, как будто наяву, злобный и леденящий душу крик «Убирайтесь из моего дома!». Следующим утром ее муж сломал ногу. Люстра, что висела в зале, свалилась и пробила пол. Загорелась на следующий же день старая печь, и пока ни мужчины, ни женщины не было дома, горела вся кухня с верандой. Каждый последующий день стало происходить что-то странное и ужасное. Происходившие случаи совершенно не поддавались объяснению. Последней каплей стало то, что молодая жена на пятый день после проведения с священниками ритуала почувствовала сильный толчок в плечи и упала с самого верха лестницы. Когда она попала в больницу, ей после осмотра сообщили, что она опять потеряла ребенка, и у нее больше никогда не может быть детей. Закрыв старый дом, молодая семья сняла небольшую квартиру на чердаке и переехала в нее. Этот спокойный небольшой чулан показался им раем в отличие от собственного дома. Через несколько месяцев мужчина узнал, что все трое батюшек, которые проводили ритуал, были раздавлены при постройке церкви, о чем и поведал своей жене. Несколько позднее, покопавшись в старых архивах, молодая жена выяснила, что до бабушки ее мужа в полученном им в наследство доме жил ужасный человек, который был очень богат. При жизни он творил людям много зла. Когда к нему в дом постучалась полиция, человек, запершись у себя в кабинете, застрелился. Он был похоронен за границами кладбища без отпевания в церкви. Через некоторое время в доме начали происходить странные и ужасные вещи. Когда в доме стала жить бабушка молодого человека, все резко утихло. Только вот тогда еще молодая женщина никак не могла найти себе пару. Однажды к ней посоветовался молодой офицер, но брак продлился не очень долго. Женщина стала вдовой и воспитывала маленького ребенка сама. Все жители, которые поселялись в дом, не могли в нем долго жить, они постоянно менялись и убегали. Так получилось, что женщина, оставшись одна, отдала свою повзрослевшую уже дочь замуж и написала заявление, в котором указала, что дом унаследует ее внук. Одинокая женщина очень надеялась на то, что все беды, связанные с домом, уже позади, но она очень ошибалась в своих предположениях. А когда с ней произошло что-то ужасное и непонятное, она сошла с ума и объяснить и рассказать уже ничего не могла. Когда зловещее сооружение сносили, многие люди видели поднимающийся в небо столб чего-то похожего на пыль. Птицы в парке, что неподалеку, сорвались стаями с деревьев и улетели подальше от злого места. Закончила свою историю старая женщина тем, что сегодня на месте, где был их старый дом, проходит дорога и именно на этом месте, где когда-то стоял дом со злом, часто случаются аварии со смертельным исходом.